Здравствуйте, друзья! Вопрос. Пишет вам супружеская венчанная пара Ольга и Иван. Нам по 33 года. Мы члены Церкви. У нас есть свой приход, где мы регулярно приступаем к таинствам Православной Церкви. Но дело вот в чем. Все чаще и чаще мы сталкиваемся с вопросом, почему у нас нет детей. Мы здоровые люди, но придерживаемся позиции child-free, то есть свобода от детей. То есть не хотим иметь детей. Есть разные люди, у всех свое отношение к жизни. Мы видим смысл жизни в спасении души, саморазвитии, служении людям. Мы были и волонтерами, и организовывали акцию «Россия против абортов» и много чего еще. Мы не живем ради удовольствий, но вот не видим себя родителями. На что общество реагирует с осуждением. Нас часто называют эгоистами. Конечно, все чаще мы стали задумываться, а может, такая позиция – грех? Может, это эгоизм, и нужно рожать детей, не задумываясь, хотим ли мы быть родителями? Просто надо – значит, надо. Хотим заметить, что детей мы очень любим, но чужих. И вот просит меня прокомментировать и какое-то свое отношение высказать по поводу child-free. Ну, давайте так я прокомментирую. Вот по поводу конкретно вот этого письма. Где меня здесь зацепило немножко за что-то живое? Вам пишет супружеская венчаная пара Ольга и Иван. Почему Ольга стоит на первом месте, Иван на втором? Кто из них замужем? Кто из вас замужем? Если Ольга замужем, почему она впереди Ивана? Она должна быть за Иваном. Она же замужем, вот ты должна быть замужем. Это первое. Мы не хотим иметь детей. Мы видим смысл жизни в спасении души, саморазвитии, служении людям. А иметь детей – это не служение людям? Вот так. Вот служение людям. Что подслужение людям подразумевается? Служение своим собственным детям – это не служение людям? Первое. Второе. Саморазвитие. Что такое саморазвитие? Что вкладывается в это понятие? Развиваться можно в какие угодно стороны. Скажем, какой-нибудь музыкант, оттачивая свое мастерство, хочет участвовать в конкурсе Чайковского и стать победителем. Но он служит музыке, он развивается в том направлении. Он искусству служит, в культуре служит. Развивается в направлении музыкальном. Совершенствует и совершенствует свое мастерство. Это такое саморазвитие. Кто-то развивается, может быть, в сторону науки, изучает что-то, пытается сделать какие-то открытия, что-то понять, что-то объяснить, запомнить какие-то пробелы в знании человечества, которые есть сейчас, которые до него никто не запомнил. Тоже развивается, тоже саморазвитие, но можно развиваться в сторону какую-нибудь нехорошую. Когда говорят «саморазвитие», что под этим подразумевается? Очень часто это слово употребляют люди, которые на самом деле не развиваются вовсе, а просто создается некая иллюзия саморазвития. Они что-то знакомятся, что-то берут, знания какие-то, но в совершенно хаотичном порядке. То есть распыляют себя во все стороны. Им кажется, что они занимаются саморазвитием. На самом деле они ни в чем не преуспевают, они просто в иллюзии пребывают саморазвитие. Поэтому я и хочу спросить, что это такое саморазвитие? Скажем, стать отцом и матерью и заботиться о своих детях – это не есть саморазвитие в том числе? Раскрыть в себе отцовские, материнские чувства, таланты, посвятить себя своим собственным детям, добиться того, чтобы детям дать просто сказку, не жизнь, а сказку. Это не есть путь саморазвития – раскрыть себя в этом направлении. Что касается спасения души, здесь, конечно, все понятно, но оно ведь одно и другое не отменяет. Мы не живем ради удовольствия, но не видим себя родителями. А я спросил уже, просто я имел в виду, но так и не озвучил, а почему Вы не хотите иметь детей? Почему? Вот не хотим иметь почему? Вы должны ответить на этот вопрос для себя, причем очень-очень честно ответить. Не для меня, не для кого-то, а для самих себя. Вы сами себе должны задать этот вопрос. По факту, как мне кажется, ситуация выглядит так. Вы в свою душу смотрите и понимаете, что детей Вы не хотите. Но дальше Вы не копаетесь там. А почему Вы не хотите? Не копаетесь, просто не хотим и все. Какое-то нежелание какое-то. Объясните себе, только очень-очень пристально, буквально под микроскопом посмотрите, почему не хотим. Ну вот, не видим себя родителями, на что общество реагирует с осуждением. Нас часто называют эгоистами. Конечно, все чаще мы стали задумываться, а может такая позиция грех? Может и грех, а может и не грех. Тут вот именно смотреть надо. Может это эгоизм, и нужно рожать детей, не задумываясь, хотим ли мы быть родителями? Просто надо – значит надо. Но вот это тоже не вариант. Что значит? Нужно рожать детей, не задумываясь, хотим ли мы быть родителями, просто надо – значит надо. Это что такое? Это ни о чём, это ни о чём. Вот здесь меня, знаете, еще какая мысль цепляется? Вот так по сердцу она как бы скребет. Формулировка такая интересная. У меня трое детей, но когда они рождались, я вообще не задумывался над вопросом, хочу ли я быть родителем. Мне кажется, большинство людей рожают детей не потому, что они хотят стать мамой или папой, а потому, что они хотят ребёнка. То, что они потом при этом становятся родителями, это как-то номер два, это не главное. Родить кого-нибудь на свет, потомство своё собственное. И вот эту крошку, о нём заботиться, его увидеть, этого малыша. И понимать, что вот эта вот крошечка совершенно беспомощная. И вот ты тот человек, который должен о нём заботиться. Речь идёт не о том, что вот я папа или мама, и мне это нравится, не нравится, мне хочется быть мамой или папой, или не хочется. Дело вот в этом ребёнке, который меня делает папой или мамой. Вот в нём всё дело. Поэтому вот эта формулировка, хотим ли мы быть родителями, она как-то такая очень интересная. И не хочу сказать, что она неправильная, но она какая-то очень интересная. Детей мы очень любим, но чужих. Ну, а теперь немножко реабилитации. Я чисто теоретически допускаю, что, может быть, вот такая позиция и не несёт в себе греха. Может быть, вот такая вот здесь пишут. А может, такая позиция – грех? Может быть, грех, но, может быть, и не несёт в себе греха. Может быть, если вы действительно такие альтруисты, решили посвятить себя, я не знаю, служению человечеству, при этом не рожать детей, но жить вместе, допустим, ну, может быть, это тонкая такая вот, очень-очень тонкая. Ну, в принципе, теоретически, может быть, и возможно такое, без греха. Я понимаю, сейчас здесь могут сказать, что семья создаётся, что плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, что Господь вот так вот благословил, а здесь получается, что, если уж не хочешь детей, тогда и не женись, иди тогда в монастырь или будь одинокий. А зачем тогда семью создавать? Ну, друзья мои, а почему бы и нет, в конце концов, если, например, есть мужчина, который не хочет, в принципе, детей иметь, да, и женщина, которая не хочет детей иметь, они друг друга полюбили и понимают друг друга, ну, почему бы им тогда вместе и не пожить, так вот, если разобраться. Ну, и ещё тут кое-что. Ну, то есть, так вот, я сказал, что может быть, всё дело это очень тонко, и здесь бы разбираться не мне, наверное, а вашему духовнику. Ну, и ещё, вот сейчас вам по 33 года, вы молоды, полны сил, и у вас вот сейчас такие-то вот приоритеты, и сейчас вот вы живёте не ради удовольствий. Но не всегда так будет. Жизнь штука такая, что она на месте не стоит. Вот вам сейчас 33, потом 34, потом 44, потом 54. И вы по-другому будете смотреть абсолютно на всё. И сейчас вы живёте не ради удовольствий. Сейчас, может быть, у вас всё как бы правильно, как будто бы. Но не факт, что со временем всё так вот и останется. Не факт. Поэтому мой вам совет. Коли вы регулярно приступаете к причастию, исповедуетесь, посещаете Божий храм. Во-первых, вы должны на те вопросы, которые я сейчас перед вами поставил, очень-очень хорошенько подумать. Во-вторых, пообщаться со священником в реале, с духовником вашим, если он и есть, ну или, по крайней мере, со священником в реале, который будет видеть вас вообще. Я-то что, я вот ваши 10 строк вижу, и больше ничего. И семь раз, может быть, семьдесят семь раз нужно всё очень хорошенько обдумать. Ну и это же не значит, что вы сейчас семьдесят семь раз подумаете, а потом отрежете. Вы ничего не отрежете. В любой момент может так случиться, что решите передумать и родить кого-нибудь. Так что все для вас возможности, все пути открыты. Если говорить о моем личном отношении, то мне кажется, вот такая позиция, хотя чисто теоретически, гипотетически я понимаю, что она возможна, но это так тонко и так сложно, что я скорее склонен сказать, что не поддерживаю эту вашу позицию. Ну, а там дальше решайте вы сами. Помогай Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok